В 2021 году инфляция в Турции превысила 36%. Это самый высокий уровень за 19 лет правления президента Таипа Эрдогана и, как считают экономисты, результат политики властей по урезанию процентных ставок. Среди европейских стран Турция заняла первое место по скорости роста потребительских цен, а в мире – восьмую строчку. Только в декабре цены в стране выросли почти на 14%. Турки жалуются, что официальные цифры ниже реальных. «Уровень инфляции, о котором говорят, на самом деле не такой. Мы все знаем, что есть огромная разница между тем, что объявил Институт статистики Турции и инфляции на рынке, на улицах, в торговых центрах. Реальность такова, что сейчас трудно удовлетворить даже базовые потребности. Мы не можем позволить себе жить как люди. Например, развлечения, отпуск или отдых от работы. Мы только работаем, чтобы купить базовые товары». Президент по-прежнему уверен, что снижение процентных ставок принесёт положительные результаты, в частности, привлечёт инвестиции и увеличит экспорт. Он также обещает в скором времени снизить инфляцию до однозначных показателей. «Как и другие страны, наша столкнулась с проблемой инфляции. Сегодня объявили, что в 2021 году она составила 36%. Нам очень грустно, что наши граждане вынуждены столкнуться с этим». А Центробанк Турции объявил, что цены растут из-за временных факторов. В октябре он прогнозировал, что в конце года инфляция составит чуть более 18%. Однако этого не случилось. «Раньше на 100 лир мы могли купить много. А теперь идём на рынок, кладём две покупки в сумку, даём 100 лир и уходим. Цены ужасающе растут каждый день, каждую неделю. Наша покупательная способность постоянно снижается». «Теперь нет такого понятия, как траты на развлечения. Мы не встречаемся с друзьями и не пьём с ними кофе. Мы пьём кофе дома. Мы не путешествуем, а только ходим из дома на работу и с работы домой». В прошлом году турецкая лира потеряла 44% своей стоимости. Жителям Тайвани пришлось изрядно попереживать. Здесь прямо в вечерний час пик произошло мощное землетрясение. Толчки ощущались в столице Тайбэя и по всей северной части острова. «В офшорной точке в 56,7 километра восточнее города Хуалянь произошло землетрясение силой 6 баллов. Эпицентр залегал на глубине 19,6 километра. Это достаточно мелко». Геологическая служба США даёт другие данные. Согласно ним, сила землетрясения была 6,2 балла, и эпицентр был в 50 километрах от Хуаляня на глубине почти 30 километров. Хотя трясло сильно, сообщений о пострадавших либо серьёзных повреждениях инфраструктуры не поступало. Сильнее всего толчки чувствовали в столице и в уезде Илань. При этом тайваньская высокоскоростная железная дорога в Тайбэе работала без сбоев. В некоторых районах были перебои с водоснабжением. По данным властей, экономический ущерб от этого землетрясения будет небольшим. Этот индонезиец держит сувенирный магазин на острове Бали, но едва выживает. Причина в пандемии – отсутствие туристов. Спасательным кругом для бизнесмена стал сбор пластика. Он обменивает отходы на рис. Вопрос выживания остро стоит и перед другими балийцами. Поэтому пластик теперь здесь собирают очень активно. «Каждый кусочек пластика теперь огромная ценность для сельских жителей и для нашей экономики. Отходы помогают нам получать рис». Рис – главный продукт в меню индонезийцев. Семья из четырёх человек съедает примерно два килограмма за день. При этом рис стоит до полутора долларов США за килограмм. Для многих это дорого. Поэтому отходы здесь собирают даже ювелиры. За четыре килограмма пластика дают килограмм риса. «Я активно участвую в программе сортировки отходов и обмене пластика на рис на Бали. Так что я теперь больше забочусь о природе, чтобы она не пострадала от пластиковых отходов». Проект запустил полтора года назад местный владелец ресторана Джанур Еса. У него было две цели – помочь людям выжить в сложных условиях и очистить остров от пластика. «Мы предоставляем такую услугу в двухстах деревнях и приняли почти 600 тонн пластиковых отходов. Тем самым мы помогли 40 тысячам семей». Собранный пластик продают перерабатывающему заводу на Яве. Однако вырученных денег не хватает, чтобы полностью покрыть расходы. Основатель проекта и его друзья покупают рис и на свои средства. Также немного помогает государство. Джанур надеется расширить свою программу и на другие провинции Индонезии. 4400 мигрантов погибли в море в 2021 году, пытаясь добраться из Африки в Испанию. Это вдвое больше, чем в 2020-м. И это самый большой показатель за последние 7 лет. В числе погибших почти 630 женщин и 205 детей. Такие данные приводит правозащитная организация Walking Borders. Международная организация по миграции, МОМ, насчитала 955 погибших и пропавших без вести. Однако она признаёт, что её сведения могут быть неполными, и реальное число жертв, вероятно, больше. По данным испанских властей, в прошлом году до Испании по морю и суше добрались 39 тысяч нелегальных мигрантов. Это столько же, сколько было годом ранее. Walking Borders считают, что погибших стало больше, потому что Средиземное море теперь лучше патрулируют. Мигранты вынуждены выбирать другие маршруты, а они опаснее. Кроме того, лодки нелегальных перевозчиков становятся всё хуже. Сыграло роли то, что на некоторые суда боятся принимать мигрантов, терпящих бедствия. Большинство нелегальных путешественников плывут из Северной Африки на принадлежащие Испании Канарские острова. За год на этом маршруте потерпели бедствие более 120 лодок. Walking Borders выясняет судьбу каждого такого судна. Людей, пропавших без вести, ищут месяц. Если не находят, то признают погибшими. Такая судьба постигла большинство из 4400 жертв. Организация Walking Borders работает почти 20 лет. Её сотрудники принимают сигналы бедствия от мигрантов, путешествующих по морю. Потом передают информацию спасательным службам. В организации заявляют, что таким способом помогли спасти 100 тысяч мигрантов за 14 лет. Старинный китайский город Сиань превращается во второй Ухань. В городе ввели жесточайший карантин. 13 миллионам жителей запретили выходить из домов даже за продуктами. При этом доставка онлайн тоже работает с перебоями. Голодающие люди пишут посты с призывами им помочь. Также в сети появились кадры с задержанием людей, которые вышли на улицы, чтобы найти еды. При этом по официальной статистике число заболевших коронавирусом в городе приближается лишь к полутора тысячам. Аналитики отмечают, что ситуация может быть намного серьёзней. «Когда локдауны вводили в других городах, я об этом много не думала. Но когда это случилось со мной, когда я оказалась в заперти, я начала понимать, насколько ситуация серьёзная». Чиновники Сиане опубликовали список из 12 супермаркетов и продуктовых компаний, которые участвуют в онлайн-доставке еды. Однако жители пишут, что у поставщиков закончились запасы. В одном сообщении говорится «Нам нужна еда. Серьёзно, онлайн ничего нет. Выйти не можем. Дом опечатан уже 10 дней. Закончилась даже лапша быстрого приготовления. Голодаем». Вот ещё одно сообщение. Районный магазин закрыли очень неожиданно. Нет ни риса, ни муки, ни даже соли. А кто-то написал «Мы не ели уже два дня». Один пользователь пишет, что он пытался заказать онлайн в восьми официальных группах, но продукты там недоступны. Цитата. «Люди говорят, что получили продуктовую помощь от властей. Но я что, не в Сиане живу? У нас тут пандемия или голод?» Конец цитаты. Улицы города опустили, общественный транспорт не ходит. В опасном положении также оказались люди, которые зависят от медикаментов, например, диабетики. Тем, кто нарушает правила, грозит до десяти дней заключения и около 80 долларов штрафа. «Когда получаешь жильё, знаешь, надо вернуться домой пораньше, чтобы не попасть в неприятности. Нужно ходить на работу и быть ответственным. Потому что с этой минуты сам отвечаешь за все свои поступки. В этом суть». Стивен Смит оказался на улице после смерти матери. Он одним из первых в феврале прошлого года поселился в этой мини-деревне в Калифорнии. О нём даже написали в газете, и он с гордостью хранит эту заметку. Только в округе Лос-Анджелес на улицах живут 60 тысяч человек. Многие оказались в беде во время пандемии. А такое жильё, хоть и маленькое, даёт людям надежду и чувство защищённости. Маленькая деревня сделана будто из яркого детского конструктора. За высоким забором прячутся мини-дома. Их строят для бездомных. Всего здесь 39 домов и 85 кроватей. Размер каждого дома – 2,5 на 2,5 метра. Внутри есть электричество, отопление, кондиционер, интернет, огнетушитель и детекторы дыма. Дверь запирается на замок. Такую деревню можно построить за три месяца. В долине Сан-Фернандо их уже шесть. Проект финансирует государство. «Это только часть решения проблемы бездомных и гуманитарного кризиса. Но это подходит не только для Лос-Анджелеса, но и для всего мира. Почему? Потому что такие дома можно собрать за час». В деревне действует комендантский час с 10 вечера до 6 утра. Исключение только для тех, кто в это время работает. Здесь нельзя держать и употреблять алкоголь и наркотики. Оружие запрещено. За воротами дежурит охрана. Зато, в отличие от обычных приютов, здесь разрешают заводить домашних питомцев. Бездомных кормят и обеспечивают предметами первой необходимости. Также помогают получить профессию и найти работу. Специалисты оказывают психологическую помощь и поддерживают тех, кто хочет избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Большинство бывших бездомных через полгода встают на ноги и находят постоянное жильё. Мини-деревни строят в той части долины, которая раньше была занята незаконными свалками либо нелегальными лагерями бездомных. Яркие цвета используют не просто так. Они поднимают настроение и вселяют надежду. Кроме того, хорошо вписываются в окружающий ландшафт. Звуки, которые доносятся из кабинета одной из австралийских школ, не совсем обычные. Эти студенты отрабатывают игру на барабанах, но не простых, а традиционных японских тайко. «Для меня это важная тренировка, потому что я всё ещё пытаюсь разобраться в ритме и расслабить запястье». Такой факультатив появился в школе австралийского острова Тасмани. Здесь учатся искусству, которое в Японии существует веками. Это часть школьной программы, которая призвана помочь ученикам с инвалидностью. «Некоторые из них учатся очень быстро. Для меня большая честь видеть, как они играют и развиваются». В 2018 году некоторые школьники даже ездили в Японию, чтобы встретиться с мастерами игры на тайко. Их коллектив также выступает в других школах Хобарта. «Иногда я начинаю переживать, но в этом ничего страшного нет. Я просто пью воду, чтобы успокоиться, и делаю глубокие вдохи». Уникальная программа позволяет школьникам выйти из зоны комфорта и объединиться в команду. «После выступления к нам ещё несколько недель подходят школьники и говорят, ваше выступление было просто потрясающим. Это делает их увереннее и вдохновляет». Школа надеется, что в ближайшее время организует ещё несколько поездок в Японию. В лесах Коста-Рики несложно увидеть или услышать ревунов – обезьян семейства паукообразных. Назвали их так не случайно. Их крики разносятся сквозь густые леса на расстояние до 5 км. Но их беззаботная жизнь оказалась под угрозой. Из-за роста городов и туризма этих приматов всё чаще замечают на электропроводах. 80% популяции на западе страны используют линии электропередачи вместо лиан. В итоге некоторые лишаются конечностей, получают ожоги, либо погибают. «Перемещаясь по электропроводам, они касаются положительных и отрицательных полюсов, их сразу бьёт током. Стая перемещается вместе, когда одного бьёт током, остальные хотят его защитить. В итоге током бьёт две или три обезьяны сразу. Иногда это самки с детёнышами». Местная энергетическая компания уже начала искать слабые места линии электропередачи. Планируют изолировать самые опасные участки. Также хотят создать природные коридоры, по которым обезьяны будут перемещаться из одних лесных массивов в другие. Кроме того, уже есть реабилитационный центр, где помогают раненым ревунам. «Мы натягиваем сетки, устанавливаем пластиковые мосты на случай, если они потеряют равновесие и упадут». Ревуны обитают в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике и некоторых других странах Америки. Вид считается уязвимым, поскольку популяция сокращается. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова